Всех приветствую! Я сейчас иду домой. Время начало 12-го. Так, мы идём сейчас с вами домой. Вот, я сегодня ничего не делала у мамочки. Вот, ну, загружался вам роличек этот 22 минуты, который он загружался час. С телефона, с одного я соединила его через точку доступа на второй телефон. И 4 гига он у меня съел, трафика. Вот. Ну, загрузился, вроде я вижу, в нормальном качестве. Вот. Ну что, мамочка устала к вечеру. Ну, это было 8 уже. Она говорит, я сильно устала. Я говорю, мам, проблем нету, иди ложись. И посмотрела, ребят, какая там была подушка. Подушка была от дивана. И вот она такой трапецией, и она чуть не стояла. То есть, как бы спала она, получается, чуть не сидя. А это признак как раз жидкости в животе. Люди принимают позу чуть не вертикальную, когда спать ложатся. Вот. Ну, она мне говорит, Юль, я не осознавала тяжесть своего состояния. Я говорю, мам, ты так легковерно говорю, со словами, да ну их, не хочу я в больницу, обойдется чего-то так. Она говорит, я не осознавала. Но когда я уже была в больнице, и мне на УЗИ показывали, вот видите, вот то, вот все, вот такая патология, вот здесь вот. Вот, вот только тогда, говорит, я поняла, что я в нужном месте в нужное время. Я говорю, ну здорово, мам, ты молодец. Так, ребят, смотрим. У нас с вами куча-то исчезает. Вон уже, вот, слушайте, такая ванизма тот старьем. Здорово они разгребли-то. Смотрите, тут уже пусто. Ну, и тут гора уже, смотрите, поуменьшилась. И много они увезли отсюда. Ну, класс. Ну, в этом доме мы видим вот с этой стороны одно окно только светится. Вот. Так что хорошо, работы ведутся. На стройке тоже они ударными темпами арматуру вяжут третьего этажа. То есть у них получается цоколь. И вышли они два этажа. И сейчас получается третий этаж, который над уровнем. А вообще он, получается, как бы у них четвертый, то, что они закладывали. Ну, там минусовой была отметка. Ну, вот. Ну, мамочка оценила, что вы ее поддерживаете, что все ей хорошие пожелания, желают всего самого хорошего. Вот. Она говорит, нет, меня нисколько не коробит то, что я была в больнице. Вот. Все хорошо, все нормально. Вот. Ну, отлично. Че? Ну, вот сегодня медсестрички. Я написала, что мы уже дома и отксерила. Там 10 страниц получилось. Выписки. Вот. Она мне говорит, что... Я говорю, каплю нельзя там выписать для глаз. Она говорит, такие сложности. Вы хотя бы сходите в поликлинику. Там несколько рецептов долгосрочных, долгоиграющих. Если они их не заблокировали, срочно получите лекарства. Потому что теперь каждое лекарство будет смотреться, есть ли на него решение врачей. Но у матери все подтверждено. У нее лишних рецептов нет. У нее там 4 врача. И каждый написал, что ей 3. Она получает именно по этим нозологиям. Она и получает. Как бы чего-нибудь там поргу гонит непонятно. Но Лизу мою четко ограничивают. Техпомощь забралась. Кому она будет тут? А, трактор везет. Тракторишка вывозит. С площадки. Время 11. У них это самая работа. Не знаю, куда она поволокла. Но увозит технику, чтобы, наверное, другие не украли. Это значит, мало механизации у них. Сидит в кабине шофер, там и тракторист. Так, тут у нас, ребят, что-то гудит у них. Ой. Два этажа залито, третий только арматур торчит. Сейчас мы с вами с этой точки посмотрим. Время полдвенадцатого. Сейчас я вас увеличу. Так, чуть не в майке, что ли, он раб майки, но в каске. В белой каске это начальство. Вот прораб. А палубка снизу, из нее торчат. Вот он полез. Наверх. В общем, гонят они план. А я вот тут живу. А стройка здесь. Эти фонари у них круглые сутки горят. По контуру. Ну, видать, чтобы не сперли ни технику, ни материала. А, миску подает им. С бетоном. Кроновщик. Слушайте, я уже прохладно на улице. Уже такой, от земли уже таким холодком. У меня улеза окна открыта. Минус. Все, я уменьшила. Вот. Сейчас пойдем с вами вот тут. Все раскопано. Весь двор. Все. Ой. И с мамочкой мы сегодня решили, что хорошо, что мы не уехали ни на какие дачи. Вот. Потому что, ну, не спасли бы мы ничего там. Дел бы мы никаких не сделали. В Москве-то все это поставлено хорошо. Все это помощь. Так, тут чего. Помойку никто не... Вот ее пораскидали, и она так и валяется. Помойка. Так, эти баки тут же вот. Среди машин. Машинам, вот некуда даже людям будет поставить машина. Разрыли все. Тут одна компания. Мусор убрали, но не до конца. Тут их блоки. Тут гравий. Разровняли ковшом. Потому что они его вот в щебень это вот сюда подсыпают. Ну вот, ребята, я сегодня дала второе объявление. Я вам говорила. Что я штукатур, косметический ремонт. Штукатур, маляр. Короче, один парень мне рассказал, которому нужен рукописный договор, что уже трое его продинамили. Вот. То проспали, то проели, то это... Это, короче, не выходит на комнату. Он хотел делать комнату тещи. Начал меня зазывать, что мы рядом. Ну там, по его мнению, надо делать потолок, а стены только переклеить. Я говорю, ну ищите, кому это интересно. Мне неинтересно это. Мы вам будем чаем угощать. Как будто я хожу, понимаете, как чай и шпроты. Я не могу себе позволить. Вот. Я говорю, ну кого-то еще вызовите. Никто, говорит, не идет. Вот. Ну, поговорили так. В общем, у каждого свой интерес. Я говорю, делайте натяжной потолок, обои я вам тогда поклею. Вот. Ну, он не хочет делать натяжной. Ну, значит, я говорю, ну, значит, ищите другого мастера. Выход тоже всегда есть. Ну, и сразу, типа, бригада штукатурок нужна, что-то. Ну, это все, это прорабы. Начало недели, им всем нужны бригады. Формируйте свои бригады в течение жизни. И будут у вас штукатуры. Так, все, ребятки, мы пришли к моему подъезду. Всем приятного вечера. Завтра выхожу шпаклевать те стены, где была уборка у меня вчера. Вот, где я прогрунтовала, где 6 сантиметров у Сергея. Вот. Его жена мне дверь откроет. Две белки. Вот. Будем завтра шпаклевать валиком. Там набрала я шпателей длинных. Вот. Всякие шабашки названия, что ли. В общем, 60 сантиметров, 40. И которые у меня на палке. Вот. Будем завтра с вами шпаклевать. Валиком нанесу и прошпаклеваю. Так, все, ребятки. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всех обнимаю. Пока.